Джонни Третий с нейтральной кармой и свидетель. Мы уже действительно были свидетелями. Ребята, тут что война не меняется на станции Фрэншип на севере. Я думаю, пора спускаться в метро по основному заданию в поисках радиостанции Новости Галактики. Правда, Бонифаций? Я сгонял в Мегатону, немножко залечился и избавился от зависимости. Всего за 50 крышек. Очень это все просто в третьем Фоллауте. Но на станции посмотрим, что нас ждет. Маркер ведет ровно сюда. Металлическая станция Тенли Таун Фрэншип. Под землю. Джонни проникает под землю. Сейчас посмотрим. По патронам все не очень хорошо, Бонифаций. Так что тебе придется хорошенько кусать. Так. Тут туман, такая туманная дымка. Давайте, ребята, заходим. Дверь сразу. О, тут туалеты и таракан готов. Хорошо. Может, револьвер надо на таких, на мелких противников, чтобы не тратить винтовку. Почему? Потому что винтовка же ломается с каждым выстрелом. Бонифаций, как ты думаешь? Хотя за них и опыта мало дают. Осторожно, кто-то нападает. Ребята, слышу, слышу. По-моему, в тех дверях. Нет, здесь выбегает дикий гуль-бродяга. Ну, давай пару выстрелов по голове. Должен Джонни убить, если попадешь. Хороший выстрел из винтовки. Еще выстрел. Крит. Он пробил Бонифаций, моего верного пса. Ну, не, готов. Так. Перезарядить винтовку. Бонифаций рычит. Чувствует опасность небольшую. Еще один дикий гуль. Получает. Пузо получает. Бонифаций, дай выстрелить ему. В ухо попал, по-моему я. Сейчас тоже в левое, в правое ухо попал. Торс повреждено. Перезаряжаюсь. Бонифаций добивает. Готов. Мистер гуль. О, тут у нас наемник. Посмотрите. Кожаная броня. Заколка. Пока у нас нейтральная репутация, то на нас, наверное, должны перестать нападать наемники компании Кохоть. Бутылочная крышка. Да. Они нападают, судя по всему, ребята, на тех, у кого слишком добрая репутация. Что-то подобрал, не посмотрел даже. Листодув, насадка пожарного шланга. Это нам не надо. Света добавить. Дуалистическая природа света. Это квантово-хвыльевый дуализм Бонифаций. Как тебе такие познания в науке? Вот еще минус небольшой в третьем Фоллауте, что нельзя выбрать возраст главного героя. Ему 19 лет, и все нас считают здесь молокососом каким-то. Ребята, мне трудно себя таким ощущать, потому что я старше по собственному возрасту. И поэтому, конечно, упущение Бетезда. Это упущение. А при этом рейтинг игры 18+. То есть в нее играют как раз-таки дети. Старшее поколение играет в классические Фоллауты. Но ничего страшного Бонифаций. Мы еще в классику. Мы еще в классике. Мы вернемся обязательно. Потому что классика нетленна. Да, компьютер какой-то, ребята. Терминал заперто средний. Хо, нужен навык серьезный Джонни. Что здесь еще? Манометр. Это то, что нужно. Скипидар, игрушечные машинки. Антирадин, Радикс, сенсорный модуль. У меня стимуляторов, ребята, уже. У меня, во-первых, крышек уже 3000. Стимуляторов у меня 72. Я помер в этом Фоллауте один раз. И то, потому что был в броне, в которой надо чинить. И меня подстрелил Билли Крилл, когда я воровал. Вот. Нежданно. Ну, сами понимаете. То есть классические Фоллауты и сложнее в разы. Ланчбокс. Наверное, терминал, чтобы взломать сейф. Но я думаю, мы попробуем. Можно дать ментатов. Бонифаций. Я вот не знаю, науку ли они разгонят настолько. Интеллект плюс 5. Посмотрим. Наш навык. Навык науки Джонни. 33. Не хватает. Не хватает. Надо в науку вкладываться. Но сейф средний ты элементарно вскрываешь. Ты же не вспотел. Вот так вот. Магнум 44. Бутылочные крышки. Довоенные деньги. И магнум патроны. Я довоенные деньги решил не продавать, чтобы это был наш НЗ. Ну, какой НЗ, если и так уже куча крышек. А магнум надо зачинить. Наверху на станции еще пистолеты. Пистолеты-пулеметы были. Железнодорожные уже приходят в плохое состояние. Но вот манометры эти собираю. Могу новую собрать. Это крафтовое оружие. Так, тут обыскали. Ну, компьютер пропускаем. Потому что Джонни не дружит с наукой. Во. Дымка. Вот это хорошо сделано. Мистер Таракан. Готов. Так, еще по переду. Впереди может быть опасно немного. Я так и не понял, почему еще тут глюки с текстурами. Может, надо включать вертикальную синхронизацию. Я на сей раз ее выключил. Чтобы она... Чтобы кадров было побольше на открытых территориях. Дикий гульбардяга меня еще не увидел. Да, он не понимает, что происходит. Но можно ему по правой ноге еще дать изваться. Джонни. По-моему, крит. В колено, да? И вот он уже сорвался. Каждый выстрел из скрытности должен крита давать. Дикий гуль уже на меня забегает. Ну, давай пистолет-пулемет туда приготовим. Автоприцеливание уже намного лучше работает. Потому что Джонни вкачал навык легкого оружия. По голове сейчас залетает. Господи, Джонни меняет магазин. Решительно. И настреливаем диких гулей. Так. Что такое? Бонифаций, стреляй по ним давай. Бонифаций... Я уже не буду следить за Бонифацием. Потому что мне так кажется, что Бонифаций вообще его не пробивают. Я напоминаю, что максимальная сложность стоит, ребята. Игра очень сложная. Поэтому противники такие плотные. Поэтому патронов не хватает. Это хорошо. Но при этом мы получаем немножко больше опыта за убийство врагов. Не за квесты, а именно за противников. Вот. Так. Мы заходим на станцию. Ребята, тут ветка. Плаза. Эльфант Плаза. Слушайте, мы... Вот. Фрэншип. Мы идем куда-то сюда, в центр. Бонифаций. Рычит немножко. Видим там кого-то? Я никого не вижу Бонифаций. Все окей. Хорошо. Огонь горит. В огонь не горит бодрова, сыри. Хе-хе-хе-хе. Бонифаций рычит еще кто-то тут присутствует из противника. Надо Игорь, ребята, попытаться выловить сзади нападение. Посмотрите, подлая достаточно. Ну что, Гуль по ноге. Придется тебе пару выстрелов из винтовки отправить. Крит пошел. Так. Бонифаций в опасной сейчас ситуации. Против него двое. Поэтому мы чухим дробовик. И по голове дикому Гулю сандаем. Второму Гулю... Ого! Вот это был Крит, ребята. Еще кто-то нападает. Восприятие подсказывает. Бонифаций. Они откуда-то отсюда идут. Давай их лутаем. Их не бутылочные крышки. Бонифаций. Молодец. Молодец. Можно тебя отправить что-то искать. Но попробуй поискать патроны. Малыш. Так. Блок сигарет, мясо от тараканов было у Гуля. Откуда они прибыли? Куда-то сверху. Бонифаций вниз побежал. Тут тело чье-то, ребята. Это обитатель пустошей. Ментат и грязная вода. Больше тут ничего нет. Ну ладно, Бонифаций. Спускаемся потихоньку. Осторожно. Бонифаций в опасности. Я его послал на опасное задание, ребята. Непонятно нам куда-то туда идти. В тот переход. Но мы тут все осмотрим сначала. Бонифаций ищет патроны. Тут составы стоят. Так. Мы пойдем не по маркеру. Мы пойдем в другую сторону. Все обыщем. Все тут развалено. На поезд прыжок. Вот сюда. Это северная станция. Можно проходить? Можно на самом деле? Можно. И возможно мы что-то найдем. Мы что-то нашли, ребята. Нашли тут генератор кувалду. И притаился здесь уже дикий гуль. Хе-хе-хе. Готов. Еще один светящийся. Шутки не шутят, ребята. Этот может пробить на самом деле. Изваться, пожалуйста. Изваться, Джонни. По голове ему. 89%. Ох, какой выстрел. И не добил. Так, два стимулятора. Давай его подожжем. Подождем, подожжем, да? И мечом нашим суперовым. Силовую, может, надо производить. Пробил очень сильно. Пару стимуляторов. 10 мм. Присели. Бутылочные крышки в нем были. Но за них опыта столько дают. За этих светящихся. Номер 3. Нету. Хе-хе-хе. Здесь. Это кто у нас такой? Это наемник. Законка кожаная броня. Так, еще манометр. Наемник вижу. Манометр, лазерная винтовка, минтаты. Это генератор, да? Ну и кувалда. Кувалда весит. О, мины. Мины лежат, слушайте, ребята. Давайте. Бонифаций бежит. Что-то принес, наверное, да? Железнодорожные костыли нашел. Молодец, Бонифаций. У него один глаз синий. Да? Давай, Бонифаций, тусуйся. Сейчас мы. Ай, Бонифаций, мы тебе подхавать что-то дадим. Картофельные чипсы. Нет, тебе нельзя такого. Мясо болотника с мягким панциром. Очки здоровья плюс 30. Бонифаций. Наливных яблок тебе и очищенной воды. Это тебе, Бонифаций. Кушай, а мы перебьемся мясом рад тараканов. Потому что Джонни... А давай мясо болотника с этим панцирем. Антирадин. Наверное, вывести радиацию сразу и все. Что еще есть? Пиво есть. Человечина. Стелс боя уже 3. Скотч виски. Каши не надо. Оружие. Зачинить надо... Костюмы я там подбирал. Кожаную броню. Чиним. Боевая броня когтей 25. Сопротивление урона. До военной шляпы 1. И... Отперка мне еще добавляют, да? Бонифаций не хочет кушать. Но Бонифаций... Я, может, ты смущаешься? Тут завалено. Бонифаций поел там? Поел. Молодец. Ребята. Так. Ну, идем по маркеру. Нам куда-то в ту ветку проходить. Ментаты действия закончились. Джонни аж... Я почувствовал не очень. Вот таракан очередной. За них не знаю, сколько опыта дают. Пятерку, наверное. На табло это очень трудно понять. Потому что он такой опыт. Никого... Нас не видят, но таракан тут тасуется. Мясо собираю. Ребята. А, ну и тут мы были, собственно, да? Нет, тут мы не были, потому что дикий гульбродяга. Тут, слушайте, была заваруха, ребята. Дикий гульбродяга. С крышками дикий гульбродяга. Бонифаций, давай осмотрим. Это наемник. Заколка, микроядерные батареи. Аптичка первой помощи, стимулятор. Пульверизатор. Петарды возьмем. Проводник. Стоит по 30. Хорошо стоит. Ядерные батареи 3 штуки. То, что нужно. Так. Сенсорный модуль. Манометр нужен. Сенсорный модуль. Стоит тоже 30. Еще манометр. Ложь. Учебник конгрессмена. Железнодорожные костыли и сундук. Боевая броня. Шлем боевой брони. Джонни перегружен. Это не проблема бонифаций. Потому, что мы сейчас зачиним, во-первых, кожаные брони. Зачиним боевую броню когтей. Плюс 1 сопротивление урона. Состояние плюс 8. И лазерную винтовку можно починить. Урон у нее 11. Не, мягко говоря, слабенький. Угу. Ну и все. Разгрузился, да. Полная себе нормально. А что по баязапасу? 5-мм у меня уже 687. 5,56. Очень много патронов. У меня калаша нету. И штурмовой тоже нету. Для огнемета, топлива. Ядерный выстрел есть, ребята. А эти батареи? Батареи. Я обнимаю 311. Можно из лазерной пушки пострелять. Тут еще проход. И это станция красная линия. Северный Фрэншип, да. Туда. Тут все написано. А туда южный. Тенли Таун. Тенли Таун. Ну хорошо, дуем вперед. Нам куда-то сюда. Вот что ни дать, ни взять. Вот это плюс третьего Фоллаута. Несмотря на все минусы, есть плюсы. Я уже о них неоднократно говорил. Атмосферно в этом метро. Очень атмосферно. Это очень хорошо получилось у Бетезды. Ну, Бетезда, Game Studios, они славятся геймдизайном. Своим, ребята. Геймдизайн. Только в Обливию они, по-моему, провафлили вот это все. Потому что я вышел на станцию какую-то. Вот. В Обливию они, потому что они делали... В Обливию они делали рандомайзер там этот и автолевелинг. Понадеялись на него. Но из-за этого в Обливию порой невозможно играть просто на максимальной сложности. Если не манчкинить прокачку. Так, торговый автомат Ядеркола. Я на станцию еще не спешу. Нам вообще туда куда-то. То есть на станцию можно пройти. Нам куда-то сюда выходить. Это Рад Таракан? Не вижу, ребята. Это Рад Таракан, он зашевелился. Давайте по карте местности посмотрим. Это выход на станцию Фарагаут Вест. Нам вперед вот куда-то сюда. То есть на Фарагаут Вест как дополнительную можно... А, посмотрите, подкрался. Ничего себе. А этот живой еще? Да, живой Бонифаций. Давай забираем мясо. Давайте на Фарагаут Вест выйдем. Хотя бы осмотримся, что там происходит. О. Про Обливию он говорил. Ну, плюс, кроме всего прочего, минусы. У Обливию на кучу минусов по сравнению и с... И с Марвиндом, и с... Со Скайримом. Вот. Обливию он очень детский, как по мне. Несерьезная игра абсолютно. Дикий гуль, правда? Согласен со мной. Застрял в дверях, получаешь Бонифаций. Добей его. А вот этому надо засандалить. Бонифаций... Я по тебе не попал. Что, вероятности, не написало. Ну, ладно, попробуем. Выстрел. Вроде попал я. Бонифаций летает тут. Посмотрите, ребята, что происходит. Еще выстрел. Откуда? У меня вроде на один было. Сражение кинематографическое. Его бетезли не очень получаются. Хорошо. Тут, ребята, спуск вниз. Слушайте, перезарядить нано-драбаданский. Патронов уже нет. Там еще кто-то тусуется. Это дикий гуль. Давай ему отправим. Наверное. Ох, неплохо Джоне критонул по голове. Так, бутылочная крышка. Я еще один. А вот этого уже не критонул. На грудак еще выстрел. Он пока там тусуется. И Бонифаций его добивает. Отлично. Скайрим мне на самом деле понравился. Вот, если сравнивать. Это. Ну, конечно, величайшая игра это Моровинт. Моровинт. У Бетезда это величайшая игра. Потому что в плане ролевых возможностей отыгрыша там очень их много. Я, правда, не могу ничего сказать про Даггерфол. Потому что я в него не играл, ребята, в Даггерфол. Я смотрел пару стримов в Дайс Мастера по Даггерфолу. Как мне показалось, Даггерфол тоже очень крутой. Вот. Но вот Обливиум не очень, мягко говоря. Мягко говоря, не очень. Тут спуск вниз Бонифаций. Надо тут... Кто-то дверь открыл. Мы эту станцию осмотрим. Тут у нас, посмотрите, компьютеры. Картотечные шкафы с патронами 32-го калибра. То, что нужно. Лист одув. Ланчбоксы уже брать не буду. Так. Насадка пожарного. Она, наверное, понадобится. Письменный стол. Дротик ровно один. Тут картотечные. Мутылочная крышка. Какой плюс есть в Обливиуме? Ну, говорят, очень хорошее ДЛЦ для него. Про Шевогурата. Я вот не знаю. Если играть Обливиум, то строго ради этого ДЛЦ. Перегружен Джонни уже. Потому что понабирал кучу всего. Но надо еды поесть. Еды поедим. Что? Человечная рана. Сахарные бомбы закинем парням. Мясо от тараканов. Едим. Разгрузился немножко мясо болотника. Итак, я... Ложь учебник для конгрессмена. Красноречие увеличено. По оружию там что-то было, что можно чинить? Нет. По костюмам. Кожаная броня весит 15. Стоит достаточно много. Шлем боевой брони стоит 3. Весит 3. Не особо это хорошо, да? Что-то выкинуть. И кувалду надо выкинуть. Она стоит 12. Весит. Дай боже просто. Аптечка первой помощи. Ключ от служебных помещений. Стимулятор. Это важный ключ, судя по всему, ребята. Стакан не знаю. Пароль. Терминал метрополитена. Метрополитен Вашингтона. Сервисный терминал. Аварийное предупреждение. В связи со сбоем системы класса 7, все инженеры по ремонту техническому обслуживанию обязаны явиться на службу. Неявка приведет к расторжению трудового. В соответствии с 45-й статьей пункт 7а. Коллективного договора отдела технического обслуживания желаю вам плодотворного рабочего дня. Гад блес, Америка. Начать и гидравлическое испытание турбопровода. Метрополитен. Аварийное предупреждение. Обнаружена утечка. Производится автовыключение. Открыть сейф. Я открою его самостоятельно, ребята. Манчкин. Опыт лишним не бывает. Сейчас заколку поломаю. Поломал. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Манчкин ведь. Опыт. О. Батарея. Бутылочные крышки. Довоенные. Лазерный пистолет. Книга. Никола Тесла и вы. Лучшие друзья навсегда. Правила пользования лазерным оружием. Стелсбой. Хм. Никола Тесла и вы. Ну-ну-ну. Энергооружие увеличено на 2. Правила пользования энергооружия. Это заметка. Поздравляем с получением вашего нового табельного лазерного пистолета. Пожалуйста, потратите несколько минут для ознакомления с руководством настольной книги служащего управления транспорта. Округа Колумбия, раздел 28.1.1 под пункт Б для вашего удобства ля-ля-ля. Раздел 28.1.1 Б надлежащий использованию лазерного пистолета. Необходимо отметить, что ко всему оборудованию принадлежащему управлению должны относиться бережно, использовать лишь в случае крайней необходимости. Обеспечение безопасности персонала во время нападения коммунистов. Ну вот хороший пример надлежащего использования вашего типового лазерного пистолета. Однако, запятая, регулирование численности грызунов является примером ненадлежного, ненадлежащего использования пистолета. Будет служить основанием для дисциплинарного взыскания, описанного в разделе 11.3.5.С. Техника безопасности при использовании лазерного пистоля. Использование этого лазерного пистоля в комплексе метрополитена может дать ощутимые положительные результаты, однако оператор обязан оценить окружение, прежде чем принять решение о стрельбе. Трубы подземного комплекса часто служат для транспортировки легковоспламеняющегося газов. Стрельба из лазерного пистолета при наличии утечки газом может вызвать непредвиденный взрыв и или нанесение телесных повреждений персоналу. Использование в соответствии со спецификациями. Все служащие управления обязаны следить за тем, чтобы энергия импульса, продолжительность частоты повторений стрельбы из пистолета соответствовали спецификациям, указанным в руководстве. Невыполнение требований публичит как наложение дисциплинарного взыскания нормативным правовым комитетом управления транспорта округа Колумбия, так и серьезным телесным повреждением. А мы взяли это сам пистолет, да? Лазерный пистолет, урон 6. Хм. Хоть посмотрим. Такой, как и лазерная винтовка. Пил, пил. Забавный достаточно. Состояние плохое, его будет клинить и... Да, ну и навыка нет у нас. Джонни пойдет с пистолетом-пулеметом, которым уже мало патронов. Что-то мы прожали. Можно тут спуститься на самом деле, я думаю, ребята. Открыть еще какие-то входы-выходы. Так. Ну давай присядем. Глобус. Какий-то ящик с инструментами. Металлолом. Это для деда я собираю. Прежде чем взорвать мегатону, мы еще к деду вернемся и сдадим металлолом. То, что нужно. Газонокосилка, лезвие газонокосилки. У меня есть рецепт. Волшебный. Это рецепт и схема шишки баб. Надо бензобак от мотоцикла, запальник, лезвие газонокосилки и речной тормоз от мотоцикла. И чтобы мой ребра у него... Чинило. Я лучше создам новую и зачиню старую. Правда? Мистер кротокрыс. Что здесь еще? Еще двое кротокрысов. В упор стреляю из пистолета-пулемета, перезаряжаюсь. Бонифаций. Вот этому по голове. От первого лица. Кинематографическая. Слышишь, а вас можно зарезать вообще на самом деле шишки бабом. Тем более скоро новый создам. Бонифаций в стороночку. Чтобы я тебе не поджарил бонифаций. Нет? Нет, это остатки. Сундук пустой, письменный пустой. Кротокрыс, мясо. Так, кротокрыс, мясо. И тут еще двери какие-то. Компьютер разбитый, письменный пустой. Тут письменном ядеркола. Сейчас выпьем. Сенсорный модуль стоит 30. Да, и металлолом для деда. Опять Джонни перегружен. Не проблема, потому что Джонни. Чипсы давай, грязная вода. Так, мясо болотника. Не-не-не, давай. Ядерколы, 4 бутылки. Стилсбой, скач-виски, сахарные бомбы парням. Пиво психа. У нас окрота крыса. Все, 310 хп, радиации не так уж и много. Хе-хе-хе. Письменный финансовые расчеты остались. Урна, коробка, письменный пустой. Туалеты проверить, ванная комната. Мм? Стиральный порошок. Что-то лежало в унитазе. Череп в унитазе. Ну, Бетезда, Гейм Студио, я говорил. Ивантус. Хе-хе-хе. Мистер Марио. Бетезда, Гейм Студио умеет делать все-таки дизайн. Вот эти шуточки дизайнеров, они неплохие достаточно. Да? Можно тут позабавиться с этим. Это выход на очередную станцию. Давайте пройдем ее, откроем просто, ребята. Я некоторые места, может, буду лазить самостоятельно. О, тут еще дверь. Патроны в пистолете-пулемете закончились, Джонни. Джонни, что взять? Пистолет-пулемет. Магнум, патроны мало. Давай, Магнум. Потому что на манату радует. Тут несколько дверей. Мистер Протектрон, посмотрите. Шкафы картотечные, пустые. Так, тут этого Протектрона можно выпустить, наверное. Тут, может, можно стрельнуть, поэтому надо это попробовать, ребята. Будет бутылочные крышки. Бутылочные крышки. Наверное, можно выпустить Протектрона и его застрелить. Тут еще выходы какие-то. Или я отсюда пришел. Я что-то бонифаций заплутал. Сейчас мы посмотрим. Тут все смотрим для начала. Тут это картотечный. Пачка сигарет, пепельница. Тут письменный стол. Билет на метро. Но я взял, например, письменный стол. Билет на метро. Ну, давай возьмем. Они вроде не продаются. И компьютер. Так, тут насадки шланга. Что здесь у нас? Билет на метро. Терминал очень простой. Метрополитена. Давайте посмотрим. Что здесь у нас? Четыре попытки осталось. Сейчас мы его взломаем. Джонни получим тоже еще опыт за это. Только надо поубирать неверные варианты. Предмет удален. Это предмет удален здоровый. Так, еще предмет удален. Джонни еще предмет удален. Давай еще ищу, ищу. Еще вроде есть. Гресс, Бринг. Бринг. Один из пяти. Блохо. Гресс, подходит. Насчет буквы R подходит. Гресс, поп. Джонни взломал элементарно. Что тут у нас? Вагон, администратор. Добро пожаловать в систему обеспечения безопасности. Активировать протектрона. Включить эскалаторы. Отказ. Включить освещение. Отказ. Активировать протектрона. Так. Защитный робот. Инициализация протокола безопасности метрополитена. Охранная сеть станции недоступна. Диспетчерская служба метро не отвечает. Уровень угрозы Омега. Разрешен огонь на поражение. Бонифаций, приготовься. Пожалуйста, проходите. Робот-контролер. А, у меня есть билет на метро, и поэтому он на нас не нападает. А Бонифация можно и так водить, да? Бонифаций, погнали. Это робот-контролер. Тут завалено. А, вот тут мы в эту дверь зашли, да? Давай откроем выход с этого метро, и пойдем уже дальше по нашим делам. Вернемся сюда, то есть. Оттуда еще проход, дверь какая-то. Господи, ребята, ходить не переходить. Что тут? Ну, это ванная комната уборная. Ящики металлические, билет на метро, монтировка. Не буду брать, потому что уже и так и довоенные деньги возьму. Я понял, почему Бетезда не сделала, чтобы патроны весили. Потому что таскать это все, весь хлам этот весь. Станция Столичная Пустошь. Давайте сохранимся. А и так сохранение же идет, господи, при переходе. Сильно париться не надо. Столичная Пустошь. Посмотрим, где мы выйдем хотя бы. Так. Открыть этаж. Что-что? Автосохранение убери надпись этого. Открыто. Я не понял, что открыто. Посмотрим по карте. Карта мира. Открыто. Станция метро Фарагауст Вест. О, это возле Супер Марта. Тут что-то будет. Ребята, какая стаята. О, там кто-то ходит. На тебе из Магнума, что ты там ходишь. Рейдер. Из винтовки надо дать ему. Он с кем-то стреляется. С кем он стреляется? С Супер Мутантами. Супер Мутанту тоже дадим. Рейдеру дадим. Рейдера валю, наверное, и иду дальше по метро, потому что надоело. Я хочу по сюжету немножко пройтись. Рейдер готов. Готов, говорю. Готов. Все. Супер Мутанты. Там пальба какая-то дикая. Мы станцию метро открыли, мы сюда вернемся. Говорят, осторожно. Что вы не говорите? Джо не знает, что надо делать. Так. Мы возвращаемся. Наверное, идем по маркеру. Осторожно говорят, что за нами. Преследование пойдет? Ну, Бонифаций, приготовься. Это да. Тут робот Протектрон. Вас не видят. Все. Преследование закончено. Дуем по маркеру. Протектрон тут занимается уборкой. Спасибо, сэр, да. Мы идем, мы идем по... Стрелочка. Тубинер, аутпост. Интересно. Ребята. На каком-то аутпосту. Идем. Хорошо. Я просто по сюжету хочу немножко продвинуться уже. Пооткрывать еще, может, каких-то значительных мест. Тут были. Тут лазерный пистолет был. Ну, тут лазить, не перелазить. Я просто... О, тут. Такое ощущение, что газ действительно горит. Слушайте, если тут, наверное, стрельнут, все может подорваться. Может, и так и надо было этих гулей стрелять. Взрыв совершить. Еще интересно, взрываются ли старые... Эти... Нам сюда. Взрываются ли Бонифаций старые огнетушители. О. Сделаю небольшой перерыв и сюда пойдем, ребята. Перерыв окончен. Бонифаций. Мы проходим на станцию Тенвинтаун Фрэншип. Уже не северную, а, наверное, какую-то мид. Среднюю, да? Выход организовать, Джонни. Так. Станция. Станция. У меня такое ощущение, что мы тут были. Опять эти символы интересные. А, Бонифаций. Что тут? Металлический пустой ящик. И мы проходим. Я ж тут был уже. Господи ты, боже мой. У кто-то есть. Я тут пострелял. Ребята, там кто-то бегает. А, это Ратаракан. А, ну правильно. Нам сюда. Нам сюда. Мы сюда не ходили. Перезаряжу винтовку. Скоро 11 уровень. Всего в игре, включая дополнение Broken Steel, 30 уровней. И тут у нас Мистер Супер Мутант. Ребята, осторожно. Потому что он меня засек уже. Так, давай, Бонифаций. Надо приготовиться. Плохие вероятности попадения. Понаел сейчас хорошо, можно засандалить. А ну, Джонни. И Джонни промахивается. Попадает в колено. Да, Супер Мутант. Вот, получи сюда. Рука повреждена. В торс. Там такое ощущение, что еще один. Еще в торс. Выстрел готов. Так, Супер Мутант готов. Вас не видят. Доска с гвоздями. Весят 4. Нет, собачье мясо. Все, хватит это лутать. Эту ерунду. У меня места нету. Там может что-то быть. Серьезная станция, ребята. Впереди вас не видят. Тут у нас тасуется еще, по-моему, гуль. Видел я голову. Сейчас подождем немного. Сбоку кто-то не зашел. Еще гуля вижу. По голове, в шею куда-то. Осторожно. Он не заметил. На промах сейчас был допущен. Вроде попал. Так, пишут мне только криты. Вот эта подсказка. Несчастная. Только криты пишут. Еще дикий гульбардяга. По голове пару выстрелов. Джонни. Если попадешь 3 раза, то завалишь. И Бонифаций докусает его. Бонифаций этого добей. Ну, а на меня сейчас нападет. Она будет меня пробивает. Так, я промахнулся. Очередной раз. Этого взяли. Слушайте, Бонифаций окусают. Наверное, чехлю револьвер. Ребята. Дикий гульбардяга. Не попадаю из револьвера. По голове можно попасть? Можно вообще его вольнуть. Хе-хе-хе. Дикий гульбардяга. Еще выстрел. Перезарядка. Бонифаций, держись. Потому что хп мало. Я по Бонифаций, чтобы не попал. В спину выстрел. Патроны закончились. И Бонифаций второго раскатал. Но Бонифаций еще рычит. Еще кто-то есть. Крышки твои забираем. Приседаем. Красный пропуск. Патроны какие-то. Так. Урна. Блок сигарет. Возьмем. Возьмем, Джонни. Свет. Да будет свет в конце туннеля. Блок сигарет. Еще финансовые расчеты. Там больше ничего нету. Ящики пустые. Этот билет на метро до военный день не забираем. Станция Констанция. Вот тут газ. Видите? Можно тут стрельнуть, наверное, по этому газу. Ребята. Все в газу, да? Тут можно подрыв серьезный совершить. Супермутант. Интересно, что тут делал. Блок сигарет еще. Господи. Ховали все самое ценное. Железнодорожные костыли. Можно железнодорожную винтовку приготовить. Блок сигарет. Санцерный модуль стоит 30. Забираю. Перегружен. Вантус пачка сигарет. Забираю. Давай, Джонни, по оружию. По оружию, по костюмам. Импульсные гранаты. Железнодорожные костыли появились. Ну, давай на единицу ее. Охотничье ружье. Револьвер. Револьвер стоит 35. Снайперка стоит тоже. Господи. Кожаную броню надо выкидывать. Стоит достаточно долго. Дорого. Мы закушаем что-то. Мясо болотника. Пивка. И все отлично. 280 могу нести. Но брать больше ничего не могу. Так. Из винтовки еще можно пострелять. А потом довоенные не весят. Хе-хе-хе. Вот то, что довоенные не весят, это смешно достаточно. Потому что цены им действительно уже нету в постапокалипсисе. Разве что у коллекционеров, да? Мы вот здесь. В центре, судя по всему. Так. На КПП. Рация любительская. Поверилизатор, который стоит. И больше вроде бы ничего нету. А на выход нам куда? На выход нам куда-то туда, ребята. А, вот сюда. Хорошо. Джонни нашел. Нашел проход. Впереди еще мистер Радскорпион. Готов перезарядить винтовку Джонни. И на выход со станции. Еще Радскорпион нападает. Выстрел на вскидку сейчас был произведен. Давай. Да, можно взорвать его вроде бы. Он просто разлетелся. Тут торговая автомат с эдер-колой. Забрал, выпил, наверное, Джонни. Чик-чик. Хорошо. Еще кто-то нападает. Не, нас не видят Бонифаций. Что-то показалось. И выход на Чеви Чейз. О, ребята. Чеви Чейз. Это такой актер классный. Американский. Господи. Там семейные фильмы у него очень хорошие. Вышли мы в серьезном месте. Вас не видят. Хм. Вышли действительно в серьезном месте. Нам куда-то вперед. Вон туда двигаться. Давайте по карте посмотрим. Ну, пара кварталов. Квартала два пройти. Так, на вскидочку. Давайте тут все осмотрим. Это на лейн-стейншен. Мы в центре Вашингтона. Вроде бы, да. По карте, если смотреть. Не, мы только в самом начале Вашингтона. Вы шо, ребята? Вот это, наверное, радиостанция. Потому что вышка здоровая. Дуем вперед. Вперед дуем. Тут завал и все раскурочено. Что это такое? Укрытие Пуловски. Хе-хе-хе-хе-хе. В укрытии Пуловски. Какие-то остатки. Выстрел. Супер мутанты нападают. Ребята, сейчас не до игрушек с укрытием Пуловски. Надо их стрелять из винтовки. Они тоже ружьями вооружены. Я попал каким-то образом. В леводвере патронов нету. Так, этот убегает. Никуда уже не уходишь. Готов. И этот готов. Бонифаций сработал. Охотничье ружье патроны забираю. И... Из остатков муравей на мясо охотничье ружье патроны. Быстро чиню винтовку свою. Охотничье ружье. Урон плюс один. Вторую не могу зачинить. Еще. Что-что? Кто-то говорит. Там пальба какая-то, ребята. Там кто-то ходит. Причем он дружественный. А ну-ка. Кто это такое? Здрасте. Так. Приветствую. Паладин Вергас. Вергас. Не хочу обидеть. Но я сейчас очень занят. Спасаю твою задницу. Что вы не говорите? Паладин Вергас. Спасают мою задницу. Блондиночка. Не знаю кто ты, но тебе здесь не место. Это еще почему? Ага. Страш Лайонс. Страш Лайонс. Только пригнись и постарайся не делать глупости. Что вы не говорите? Кто вы вообще такие? Я Страш Лайонс. Ревиный Прайд. Мы из братства стали. С таким пафосом говорит. Что-то говорили о радиостанции Галактические Новости. Разваленных сейчас немного безопасных мест. Но здание Галактических Новостей для нас что-то вроде тихой гавани. Тихой гавани. С сожалению, недавно по ним нанесли сильный удар. Мы их прикрываем. Потому что если вопросов больше нет, мы спешим. Нужны новобранцы? Отрицательный. Отрицательный. У нас не так выше крыши новичков из местных. Большинство ничего не умеет и рвется в атаку почем зря. Ну, например, как наша великолепная послушница Рэддин. Что с ней случилось? Пора идти. Да-да-да. Мы о себе сможем позаботиться. Даже не представляешь, Львиный Прайд, с кем ты говоришь. Это же Джонни Третий. Ну, давай дуем за ней. Тут пальба какая-то. Вот и послушница Рэддин. Послушник Дженнинс. Ему плохо, ребята. Батарея, лазерный пистолет, силовая броня. Не потяну. Так, батареи надо собрать, наверное. Там пальба какая-то. Действительно война не меняется. Слушайте, тут супер-мутант. Отправили в лучший мир митерых мутантов. Отдали извлекли. Все в порядке. Дженнинс? Ответ отрицательный. Дженнинс готов. Мы подобрали бродягу. Того, кто вспугнул уродов на 42-й. Добро пожаловать. Здорово. Ясно. Стандартная процедура. Рэддин, выполняешь все команды Паладина Варгаса. И держишь язык за зубами. Да, мэм. Да? Это женщина Паладин, да? Не Паладина, а это Рэддин. Супер-мутант? Да подожди-то я супер-мутанта лутаю. Да-да-да. Привнись, если не хочешь попасть под огонь. Не волнуйся за меня, Страш Лайонс. Что ты тут выпендриваешься мне? Что ты... За Старшину Лайонс уже там кричат. А, там заваруха пошла, ребята. Вроде бестия. Вроде бестия. Стреляю. Так. Железнодорожный. Вот этого надо уработать. Хорошо. Супер-мутант, они его добьют. Не добивают. Заклинивает уже верное ружье. Ступаю в бой, говорят. Не вижу ничего. Супер-мутант, бестия. Вероятности плохие, ребята. Перегружен Джонни. Отходняк от вискаря. Что вы, братство, встали? Знаете, как надо вести войну с супер-мутантами? Психа можно зарядить. Джонни под вискарем воюет. Развилась зависимость. Это не страшно. Так, супер-мутант, бестия. Вероятности очень плохие. В торс давай, Джонни. Выстрел в торс. Поврежден. Давай-давай, Джонни. Клепай ему туда. Клепай ему туда. Из дробовика надо по бестии давать. Получи сюда. Джонни идет на штурм. Там один сверху, ребята. Плохо дело. Проклятие. Машина взорвется. Да, взрывается. Стимулятор клю. Война не меняется, ребята. Вот этого сверху надо стрелять. Надо снайперку чихлить, наверное. Супер-мутант, бестия. Повреждена рука, нога. Отправляю как могу из-за укрытия. Дистанция нормальная. Завалили его. Не дали мне опыта за него. Хорошо, ребята. Прорыв пошел. 5 миллиметров штурмовая. То, что нужно, наверное. Потому что 5 миллиметров куча оружия у меня этих. Состояние не очень, но на единицу ставим. Потому что, да, тут шутки никто не шутит. Опять Джонни перегружен. Это недопустимо. Это просто недопустимо. Лазерный пистолет зачинить. 282. По весу костюмы. Кожаная броня. Шлем боевой придется, наверное, выбросить или что-то съесть. Скотч виски. Человечина. Рана есть. Что можно выкинуть? Блок сигарет. Довоенный запечатанный конверт. Машинки повесят один. Камера весит один. Вот камера не нужна. Красный пропуск весит. Не весит. Ланчбокс. Лезвие это мне надо. Металлолом это надо деду. Сигареты ни в коем случае не выбрасывать. Ручной тормоз весит один. Сенсорный модуль. Скипидар весит два. Стоит десять. Скипидар выбрасываю. 276. Нормально. Или даун фами. Да, начинается заваруха. Ребята, к оружию братья. Посмотрите, еще одна бестия. Что тут надо стрелять по правой руке? Наверное, Джонни из штурмовухи. И, естественно, промахиваюсь. Потому что попадаю куда-то по текстурам. Внесем по нему магазин. Разрядим. Плотный супермутант. Я хочу опыт за них тоже получить. Мистер Паладин. Так что я вношу. Трачу патроны. Коих у меня много. Так. Готов. Ура! Война пошла, ребята. Очень серьезная. Супермутант. Бестия по главе. Хорошая вероятность. Можно джета еще замазать. Джонни будет сражаться под джетом. Готов. Супермутант. Бестия. Так. Тут еще один обычный. Давай вноси по нему. Этот без шлема, кстати. Давай, Паладин, стреляй. Что ты? Не умеешь стрелять? Готов. Так. Обнаружили нас. Супермутант. Бестия. Этот без лута. Этот. Патроны. Штурмовая винтовка. То, что нужно. Сейчас мы ее зачиним. Она будет уже жахать. Получше. Урон плюс 9. То, что нужно. Так. Быстрый беглый осмотр. Осколочная граната. Ага. Зачищайте это здание. Я сам зачищу. Чисто. Верхние этажи чисто. Мы куда-то не туда идем. Идем с Паладином под прикрытием. Ребята. Тут война дальше продолжается. Сверху это. Тут супермутанты. Большое количество. Огроменное количество. Надо, наверное, ребята, все-таки. Джет использовать. Их очень много. Антирадин. Ментаты. Сахарные бомбы. Винт. Очки действия плюс 30. И развелась зависимость. Не очень вовремя. Что самое мощное у меня? У меня самое мощное, ребята. Это снайперка на самом деле. Джонни приседает. Первый выстрел куда-то отправил. По голове надо. Бонифаций ты зря туда ворвался. Я тебе скажу. По голове плохие вероятности. По ноге. Давай. Из винтовки. Выстрел. Критонит, Джонни. Критонул. Хорошо. Тут война уже серьезная. Еще выстрел. Еще выстрел. Там их много. Бонифация, чтобы меня не убили. Потому что вы ответите. Прикрывайте мою собаку. Слышите, братство стали. Прикрывай. Прайд. Прикрывай мне собаку. Собака важнее всех остальных. Вас. Супермутант мастер там. Господи. Ребята, надо вносить туда. Не, надо из штурмовухи стрелять все-таки. Штурмовухи. Тут надо по ним вносить. Дай боже просто. Супермутанта мастера хочется взять. За него опыта. Потому что дадут. Бонифаций. Аккуратно. Супермутант мастер. Смотрите. Бонифаций на него врывается. По голове ему. Очередь. Завалил мастера. Да. Дальше пошло. Бонифаций спешит вперед. Вообще ничего не боится. Они там перегруппировываются. Этого стреляю. Готовы. Завершен. Все. 5 миллиметров. Китайский автомат у него. Слышите. Перегруженный. Китайский автомат. В каком состоянии у мастера был? В отличном. На первый слот. Штурмовуху. Надо опять что-то выбрасывать, ребята. Револьвер стоит 35. Противопехотная мина стоит. Жадность Джонни до добра не наведет тебя. Никогда. Импульсные гранаты. Винтовки. 10 миллиметров пистолет. Потому что это выбрасываю. Член боевой брони выбрасываю. Потому что стоит он какую-то дичь. Можно бафаут использовать. На китайский автомат. Проверка пройдена. Рыцарь братства стали тут полег. У него толстяк, ребята. Слышите? Ядерный выстрел. Я не потяну это все. Это надо две ходки делать как минимум. Отбой все чисто. Что такое там за пазба? Вот именно. 5 миллиметров штурмовая. Патроны. Китайский автомат. Штурмовую чиню. Нужно зачистить район. Зачистить район. Galaxy News Radio. Мы достигли цели. Штурмовая опять 56. Ребята, перегружен Джонни. Надо будет сейчас... Не могу ее даже зачинить. Слушайте, надо точно что-то выбрасывать. Кожаная броня уходит. Потом вернусь, заберу. Оружие важнее. Тут еще станция метро. Она завалена. Тут же куча этих супермутантов было. Вот чей-то глаз. Например. Что такое? Рейдин марш отсюда бегом. Бегемот. Ох, неплохо, ребята. Посмотрите. Бегемот здоровенный. С миниганом вооружен. Супермутант бегемот. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Повреждать. Чтобы он мне собаку не убил. Критическое попадание. Он не роняет эту дылду. Посмотрите. Слышишь? Бонифаций. Держись там. Убивают Бонифация просто. Кошмар. Этот бегемот. Да вносите же по нему. Убил Бонифация мне, по-моему. Супермутант. Бонифация еще жив. Давай, Бонифация, сражайся. Виски действия закончилось, Джонни. Я не знаю. Помощь. Бафаут. Вискар. Все подряд. Радыкс. Психа. Психа еще использую. Но я не знаю. Стакой целе урон. Перезаряжаюсь. Так. Супермутант бегемот. Ну, вносим по нему. Дай боже просто. Патроны все трачу. Клинит уже калаш. Давай еще. По голове можно сейчас попасть. Хорошо. Джонни. Критическое попадание. Еще критическое попадание. Все, чтобы спасти собаку. Хоть бы он ее отбросил куда-то. Бонифаций вроде... Да, Бонифаций готов. Ответишь за это, Супермутант бегемот. Слышишь? Стреляю по нему. В спину получает просто. Я трачу такое... Бонифаций встал. Посмотрите. Выжил Бонифаций. Еще по голове ему. Давай, получай. Там же толстяк был. Толстяк был в этом... В... В... Дине. Все обстреливают его. Только Джонни на передовой. Толстяк был где-то здесь. А ну давай сюда. Силовая броня. Ядерный выстрел. 8. Перегружен, Джонни. Давай сюда этот толстяк. Слышишь? Гранатомет-то я продал. Толстяк. Ядерный выстрел. 690 урон. Сейчас Джонни надо засандалить очень серьезно. Только что не попасть по Бонифацию. Ох, ничего себе. Апсина. Правая нога повреждена. Супермутант-бегемот готов. Бонифаций. Выполнено. Помочь расправиться с супермутантом-бегемота. Бонифаций. Молодец. Еле выжил. Надо тебе дать стимулятор. Бонифаций. Как это сделать? Бонифаций. Бонифаций? Полное ХП. Fallout 3. Да? Я думал его завалят. Мы перегружены с этим толстяком. Господи. 687 урон. Тяжелое оружие. Ребята, костюмы, пижамы. Мне уже выбрасывать нечего. А ну супермутанта-бегемота победили. Что теперь скажешь, паладин, а? Надо его залутать. Паладин Варгас, убирайся. Слышишь? Варгас, ты ни в чем не виноват. Рейдин была достойна служить в Прайде. И сегодня это доказал. Да, знаю. Проклятье. Слышь, мне чуть собаку не убили вообще. Я поговорю с писцами. Хе-хе-хе-хе. Что паладин, Рейдин, прошла испытание. Прошла испытание. Посмотрим, есть ли тут чем горло промочить. Варгас, то я тебе дам вискаря, слышишь? Вискаря нету. Скотч-виски, держи, Варгас. Не хочешь? Смотри, какой пафосный. Давай, Джонни тогда сам выпьет это виски. Джонни, что ты думаешь? Ох, паладин Варгас. Скотч-виски. Неплохо. Нашли радиостанцию новости галактики, ребята. Постреляли. Бегемота. Так, бегемота залутать можно? Можно. Батарея, бутылочная крышка, гранатомет. Гранатометный выстрел, импульсные гранаты. Патроны с картечью, противопехотные мины. Господи, и револьвер. Я не знаю, как это все отсюда вынести. Вы перегружены и не можете бежать. Еще и ломка от винта. Джонни знает, как за себя постоять. Правда, Бонифаци? В следующей серии я впарю это все за кадром. И пойдем на Galaxy News Radio. Ребята, неплохой босс. Первый босс в игре, да? Его можно так и назвать. Бонифаций молодец. Втанковал крутейшего бегемота. То, что не смогли сделать паладины, которые засели за укрытиями. Fallout 3. Увидимся, ребята. До свидания.